Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о функции суммесли, минесли, максесли и функции юник, да, и также функции, которые могут заменить все функции, которые сегодня были рассмотрены. Итак, первое, что нам необходимо, это понять, как работает функция суммесли. Для этого мы пишем суммесли. И далее у нас, соответственно, идут диапазоны. Да, первый диапазон, это у нас диапазон с условием, в данном случае это город. Да, мы выделяем, пишем C8C, да, это открытый диапазон, то есть он будет до конца страницы. Далее критерии, это, соответственно, город Москва. И сумма реализации, это реализация F8, F9. Да, обратите внимание, я выделил, потом убрал заключительную цифру, и у нас, соответственно, получился ответ. Окей. Теперь, если мы растянем вниз, у нас получится результат. Далее, на что хотелось бы обратить внимание, то, что, когда мы растягиваем вниз, у нас смещаются ячейки. Видите? C8, да, теперь C9, ну и так далее. Чтобы этого не было, необходимо закреплять первую ячейку, да, нажимая F4. И, соответственно, также для диапазона, для суммирования мы нажимаем F4 и растягиваем. Результаты могут быть разные. Второй пример, это с двойным условием. То есть, если у нас в функции находятся два условия, соответственно, мы должны использовать функцию сумм, если множественные. Для этого мы пишем функцию sumif s, да, ну или просто можно сумму, если множественные, то есть сумму, если мн, и, соответственно, далее первым, что у нас идет, это диапазон суммирования. Если функции сумм, если, да, у нас первым шел диапазон, который был с условием, то, соответственно, в сумм, если множественные, у нас идет диапазон для суммирования. Далее нам необходимо выбрать диапазон с первым условием. В данном случае это у нас будет город. После чего у нас идет критерий. Да, критерий это Москва. И, соответственно, второй диапазон для условий это группа городов. Мы пишем диапазон, фиксируем его и, соответственно, выбираем ячейку с выпадающим списком и также ее зафиксировать необходимо, потому что для всех нижних ячеек она будет одна и та же. То есть, если здесь мы переключим, допустим, группа 2, у нас данные будут пересчитаны. То есть, если у нас есть одно условие, мы используем сумм, если, если у нас есть несколько условий, мы используем сумм, если множественные. Далее переходим ко второй задаче. Нам необходимо найти максимальную сумму из первой таблицы по каждому городу. Здесь у нас нет множественных и минимальных функций, да, то есть, если у нас max if s, у нас всегда она множественная, то есть, здесь одиночной функции нет. Первый – это у нас диапазон для нахождения максимального значения. Далее у нас идет диапазон с условием и само условие. Берите внимание, что данные диапазоны также необходимо зафиксировать и, соответственно, использовать автоматическое заполнение. То есть, теперь по каждому городу мы начнем максимальное значение, да, при помощи функции max if s. Есть аналог данной функции, который находит минимальное значение. Также нету одиночной функции, то есть, мы используем min if s. Соответственно, далее мы выбираем диапазон, фиксируем его. После чего у нас идет диапазон с условием. Также его фиксируем и пишем само условие, это в данном случае Москва. Применяем и получаем минимальное значение по каждому из городов. Теперь, если у вас возник вопрос, как сформировать данный список, да, мы можем его сделать при помощи функции unique. Функция unique нам позволяет сделать следующее. То есть, мы пишем функцию. Она может помочь нам найти уникальное значение в столбце или в строке. То есть, не все таблицы идут у нас по вертикали, да, некоторые идут по горизонтали. Ноль, нажимаем и получаем результат. Получаем только уникальные города. Если, допустим, нам необходимо найти город, который вообще не повторяется, допустим. Так, Нью-Йорк. То мы можем использовать здесь критерии, которые выберут только уникальные города, которые вообще не повторяются. Да, в данном случае Нью-Йорк. Если мы, допустим, здесь добавим еще город, так, Казань, да, он тоже не повторяется, то, да, это будут только уникальные города, которые вообще ни разу не повторяются. Нам нужно два последних аргумента, в принципе, можно опустить, да, потому что уникальные города, они и так будут формироваться. То есть, мы можем через данную функцию найти, да, количество уникальных, потом через сумму, если все это сделать. Или же мы можем использовать просто одну функцию, которая нам поможет это сделать. Давайте зададим именованный диапазон. Назовем его, допустим, там, база. И через функцию query сделаем то, что мы делали сейчас. То есть, мы пишем query функцию. Мы сейчас делаем запрос из нашей базы. Пишем база. Далее нам необходимо сгруппировать по городу и, соответственно, найти сумму по реализации. Мы пишем, выделяем запросом. Пишем select. Далее нам нужен столбец C и сумма по столбцу F. F с большой буквы. Дальше группируем по, соответственно, столбцу C и получаем результат, да, который мы могли видеть в предыдущем значении. То есть, если можно сделать через функцию query, зачем нам писать несколько функций, да, которые будут друг друга замещать и протягивать, конечно, проще использовать функцию query, которая даст нам возможность сделать запрос из базы и, соответственно, получить результат. Также за место, допустим, select C можно использовать, допустим, вот такой формат развернутой таблицы. Можно за запрос сделать pivot C. Да, и у нас она получится в длину. Вот, и, соответственно, можно по коду города также сгруппировать, допустим, и по C и по столбцу, к примеру, B. B и, соответственно, group by. Вот у нас получится такая таблица, да, с кодом города, с пересечением на нем и так далее. На этом мы с вами подводим черту данного урока. То есть, у нас есть самая простая функция сумм если, да, это с одинарным значением. У нас есть функция сумм если множественная, с несколькими значениями. Вот, есть функция максимум если и минимум если, которая может найти минимальное значение по условию. Есть функция unique, которая позволяет найти только уникальные, да, уникальные без повторений. И, соответственно, уникальные в строке. И есть функция query, которая замещает все функции, которые мы до этого изучили. Да, ее можно использовать тоже по тому же принципу. На этом все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok